Вы имеете полное право быть богатым, жить в достатке, излучая счастье и успех. Деньги нужны нам для того, чтобы освободиться от бремени бедности и ограниченности. В бедности на самом деле нет добродетели, она подобна умственному расстройству, от которого нужно лечиться точно так же, как от любой другой болезни. Мы пришли на землю, чтобы раскрывать собственные возможности и таланты, а также расти и развиваться не только духовно и умственно, но и материально. Каждому от рождения дано неотъемлемое право самовыражаться во всех направлениях, окружать себя красивыми вещами и предметами роскоши. Зачем довольствоваться малым и жить от зарплаты до зарплаты, если можно открыть бесконечные источники богатства? В этой книге я расскажу, как подружиться с деньгами, чтобы никогда не знать недостатка. В вашем естественном желании стать богатым, счастливым и успешным нет ничего плохого. Наоборот, оно дано свыше, послано космической силой. Посмотрите на деньги по-новому. Познайте их истинную функцию – служить единицей обмена. Вы можете обменять деньги на свободу от бедности и нищеты, приобрести на них красивые вещи и предметы роскоши. Сейчас, когда вы читаете эти строки, у вас могут возникнуть такие мысли. «Я бы хотел, хотела, чтобы у меня было больше денег» или «Я достоин, достойно более высокой зарплаты, чем получаю». Я согласен с теми людьми, которые считают, что их работа часто недоценивается. Но почему же так получается? Одной из причин является неправильное отношение к деньгам, а точнее, тайное или явное пренебрежение ими. Многие считают деньги презренным металлом или уверены, что корень всех зол есть сребролюбие. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих. Иногда в подсознании закрадываются мысли, что бедность все-таки есть добродетель, который также становится камнем преткновения на пути к процветанию. Такая неправильная установка может быть навязана человеку с детства основываться на предрассудках или неправильном понимании Священного Писания. Бедность – это никакая не добродетель, а душевное заболевание. Согласитесь, если вы чувствуете себя плохо физически, то начинаете волноваться и стараетесь найти причины болезни. Вы обращаетесь к врачу или пробуете лечиться самостоятельно. Точно так же нужно искать помощи, если вы стали замечать, что в жизни нет достатка. Это тревожный септом, означающий, что с вами не все в порядке, что-то не так. Деньги – это только символ. На протяжении столетий они принимали самую разнообразную форму. Соль, бусины, всевозможные безделушки. В самом начале нашей эры богатство измерялось количеством овец или быков. Но со временем форма расчета становилась все более удобной. Согласитесь, гораздо легче выписать чек на нужную сумму, чем водить за собой стадо овец. Запомните, Господь не хочет, чтобы вы жили в жалкой лачуге и голодали. Наоборот, Он желает видеть вас счастливыми, успешными и богатыми. Потому что самому Всевышнему сопутствует успех во всех Его начинаниях. Будь то сотворение новой звезды или вселенной. В желании, к примеру, совершить кругосветное путешествие или изучать историю современного искусства, получить еще одно высшее образование или выбрать для детей лучшую школу, нет ничего предосудительного. Ведь вы, как любящие и заботливые родители, хотите, чтобы ваш ребенок с детства был окружен красивыми вещами, научился ценить прекрасное, наслаждаться гармонией и неповторимостью мира. Вы пришли в мир, чтобы побеждать и преодолевать все трудности на пути к успеху, в полной мере развивать свои способности и таланты. Поэтому, если чувствуете, что постоянно не хватает денег, не сидите сложа руки, пришло время действовать. Немедленно отбросьте все предрассудки насчет денег. Никогда больше не относитесь к ним, как к чему-то грязному или плохому. Такой подход к богатству приведет к тому, что оно просто испарится и исчезнет. Потому что мы неизбежно теряем то, что осуждаем или презираем. Представьте себе, что нашли месторождение золота, серебра, свинца, меди или железа. В этом есть что-нибудь плохое? Все, что сотворил Господь, прекрасно. Зло исходит от недостаточно глубокого или неправильного понимания законов жизни или неразумного использования человеком силы, данной ему Богом. Уран, свинец или любой другой металл можно использовать как денежную единицу, то есть как средство обмена. В нашем обществе принято рассчитываться бумажными деньгами и чеками. Думаю, вы со мной согласитесь, что ни в них самих, ни в бумаге, из которой они сделаны, нет ничего плохого. Ученые физики установили, что различие между металлами состоит в количестве электронов в ядре и скорости их вращения вокруг центра ядра. С помощью специального циклотрона можно бомбардировать ядро, превращая таким образом один металл в другой. Например, из золота можно получить ртуть. Недалек тот день, когда любые металлы можно будет получать в лабораторных условиях синтетически. Не знаю, как вы, а лично я не вижу ровным счетом ничего плохого в электронах, нейтронах, протонах и изотопах. Подумайте, купюра в вашем кармане – это всего лишь кусок бумаги, который тоже состоит из электронов и протонов. Он отличается от серебряной монеты только количеством и скоростью движения этих частиц. Многие возразят мне, но люди воруют и убивают из-за денег. Из-за них совершается бесчисленное множество жестоких преступлений. От этого деньги не становятся злом. Проблема заключается в том, что мы часто используем деньги не на благо, а во вред. Например, заказчик дает киллеру 5000 долларов за убийство. Но можно использовать неправильно, со злым умыслом все что угодно. С помощью электричества можно убить человека или осветить дом. Можно напоить ребенка водой или утопить его. Обогреть дитя у огня или сжечь. Если, например, взять горсть земли и положить в чашку с кофе, то это вам не понравится. Но ведь ни в земле, ни в кофе нет ничего плохого. Значит, проблема в другом. Земле не место в чашке. Она должна быть на грядке или в саду. Точно так же, я думаю, вы не обрадуетесь, если вонзить булавку не в подушечку для иголок, а в палец. Ни в силах природы, ни в ее явлениях нет ничего плохого. Мы сами заставляем их приносить пользу или, наоборот, вред. Как-то один знакомый сказал мне, «Я разорен, ненавижу деньги. Это корень всех зол». Если вы считаете, что деньги важнее и превыше всего, то вскоре в жизни начнет преобладать материальная сторона, и равновесие нарушится. Научитесь мудро использовать силу своих желаний. Одни стремятся к власти, другие – к богатству. Многие позволяют жажде денег и наживы полностью владеть собой. «Я хочу стать сказочно богатым. И ради этого сделаю все, что угодно», – говорят они, забывая, «что не хлебом одним будет жить человек». Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Огромное состояние не принесет счастья и радости, если в жизни нет душевного спокойствия и гармонии. Природа требует, чтобы и внешний, и внутренний мир человека были прекрасны. Поэтому важно соблюдать чувство меры во всем. Ведь потерять равновесие очень легко. Например, если приверженец религиозной секты или культа становится фанатиком, отдаляется от родных и друзей, забывает, что он – член семьи и общества, то вскоре становится замкнутым и нелюдимым, раздражительным и неуравновешенным. Если проводить жизнь в погоне за материальными благами, то вскоре почувствуете, что со всех сторон навалились болезни, на душе неспокойно и тревожно, в жизни нет радости и любви. Тогда вы поймете, что настоящие дружбу, любовь, преданность и привязанность невозможно купить за деньги. Миллионы долларов, которые принадлежат вам, на самом деле не зло. Корень зла в том, что вы забыли о вечных ценностях, поэтому вас преследуют разочарование и раздражение. Рано или поздно вы поймете, что сделали неправильный выбор, когда решили, что деньги – это все, что вам нужно. На самом деле вы хотели, чтобы в вашей жизни воцарилось душевное спокойствие, а в доме было согласие и достаток. Осознав это и обратившись к Господу, вы сможете, если захотите, стать миллионером и при этом сохранить душевную гармонию, остаться счастливым и здоровым. Человеческая природа несет в себе доброе начало, поэтому у вас нет плохого. Все ваши желания посланы для осуществления самим Господом, мудростью вечности и жизнью. Например, мальчик хочет учиться, но у него нет на это денег. Он видит, как дети, которые живут по соседству, собираются в школу, и от этого желание еще больше усиливается. Он думает, я тоже хочу учиться. В результате он может украсть или присвоить чужие деньги, чтобы заплатить за образование. Желание учиться и узнавать новое само по себе прекрасно, однако мальчик просто неправильно его использовал, нарушив таким образом не только законы общества, но и космический закон гармонии или золотое правило, а потому оказался в беде. Если бы мальчик знал о существовании духовных законов и всепобеждающей силе Господа, то оказался бы на школьной скамье, а не на скамье подсудимых. Кто виноват в том, что он оказался за решеткой? Может, это полицейский, который надел на него наручники? Нет. Полицейский – это всего лишь человек, приводящий в действие механизм наказания за нарушение закона. Виноват сам мальчик. Он посадил себя в тюрьму, когда взял то, что ему не принадлежит. Деньги – это символ божественного изобилия, гармонии и красоты. Они могут стать источником бесчисленных благословений, если использовать их мудро для созидательных целей. Деньги также являются показателем экономического здоровья нации. Посудите сами. Если кровь свободно циркулирует по венам, значит, вы физически здоровы. А если в вашей жизни свободно вращаются деньги, то вы здоровы экономически. Именно поэтому в стране возникают экономические кризисы и проблемы, когда люди начинают прятать деньги в чулок, боятся их тратить. Финансовый кризис 1929 года был результатом психологической паники. Будто по злому волшебству людей во всем мире охватили страх и неуверенность в завтрашнем дне. Помните, что мы живем не только в объективном, но и субъективном мире. Поэтому не забывайте о пище духовной. Пусть каждый день жизни будет наполнен смехом и весельем, красотой и гармонией, спокойствием и любовью. Знания о духовной силе выводят нас на прямую дорогу к изобилию, как духовному, так и материальному. Тот, кто изучает законы души и разума, знает и верит в то, что независимо от названия и курса валюты, не узнает недостатка, несмотря на возможную экономическую нестабильность или застой, колебания курсов ценных бумаг, забастовки, войны или другие неблагоприятные условия. Причина такой твердой уверенности заключается во внутреннем сознании собственного богатства. Человек убедил разум, что в его жизни царит бесконечное божественное изобилие. Даже если завтра начнется война и все имущество обесценится, как немецкие марки после Первой мировой, Господь не покинет его, и он ни в чем не будет нуждаться. Богатство – это состояние сознания, уверенность, что Божья благодать никогда не прекратится. Ученые-финансисты рассматривают движение денег, как морские приливы и отливы. То есть деньги могут на какое-то время уйти, но затем снова возвращаются. Прилив неизбежно следует за отливом. Значит, богатство и изобилие накатят волной, если вы действительно верите в существование вечного, единого и безбрежного океана всемогущего божественного присутствия, который омывает вашу жизнь. Тот, кто знает, какая сила заключена в сознании, не волнуется при нестабильной экономической обстановке или панике на рынке ценных бумаг, во время девальвации или инфляции, ведь он уверен, что Господь не оставит его. Такого человека всегда осеняет десница Божья. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих. Как только вы сможете с верой произнести слова Священного Писания, «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стеземой» 118 Псалом, 105 стих. «Божественное присутствие поведет вас по жизни и будет оберегать на всех путях. Благословения посыплются, как из рога изобилия, а богатство превзойдет даже самые смелые ваши ожидания». Создать под сознание картину постоянного достатка легко. Нужно только расслабиться, отключить сознание и внимание, погрузиться в полусон и созерцание. Затем обратитесь к себе с такими вопросами. «Откуда приходят мысли? Откуда берется богатство? Откуда пришел я, мой разум и душа?» Постепенно, шаг за шагом, вы приблизитесь к единственному источнику, из которого произошло все. Теперь вы ощутили в себе пробуждение и работу духовных сил. Разум больше не будет сопротивляться мысли, что богатство – это состояние сознания. Медленно повторяйте про себя 3-4 раза в день на протяжении 4-5 минут, особое внимание уделяя времени перед сном, такую короткую фразу. «Я не боюсь тратить и получать деньги, поэтому они свободно вращаются в моей жизни и приносят богам благословенную прибыль». Делайте это регулярно, чтобы мысль закрепилась и отпечаталась под сознанием. Но помните, что бессмысленное механическое повторение этих слов не принесет желаемого результата. Важно прочувствовать каждое слово и почувствовать в нем истину, понимать, что вы делаете и зачем, ведь подсознание воспринимает только то, во что поверило сознание. Именно поэтому люди, которые попадали в тяжелое финансовое положение, не могли выйти из него, просто повторяя, «Я богат-богато», «Мое дело процветает» или «Мне сопутствует успех во всем». Более того, такие заявления часто приводят к ухудшению ситуации. Дело в том, что человеческое подсознание может воспринять только одну мысль или настроение чувства. К примеру, вы говорите, «Мое дело процветает, но чувство неудовлетворенности только усиливается», потому что вы прекрасно знаете, что это не так, а внутренний голос твердит, «Нет, не процветает, а разваливается на глазах». Как видите, с каждым разом чувство беспомощности усиливается, а значит, произносимые слова приносят прямо противоположный результат, и на вашу голову сваливается еще больше проблем. Чтобы преодолеть такое состояние, новичкам нужно выбрать слова, которые не согласятся принять ни сознание, ни подсознание, которые не вызовут между ними противоречий. Помните, что ваше подсознание принимает только те верования, чувства и убеждения, которые мы сами сознательно приняли. Можно привлечь подсознание к сотрудничеству, если говорить так, «С каждым днем дела моей фирмы становятся все лучше и лучше», или «С каждым часом я становлюсь богаче и мудрее», «Мои доходы с каждым днем увеличиваются», или «С каждым шагом я продвигаюсь вперед и улучшаю финансовое положение». Эти и похожие фразы не создадут конфликта между сознанием и подсознанием. Если у владельца небольшого магазинчика всего 10 центов в кармане, он легко может представить себе, что завтра, например, продаст пару туфель и улучшит таким образом финансовое положение. Про себя он может повторять такие слова, «Каждый день у меня покупают все больше и больше», или «С каждым шагом я продвигаюсь вперед и улучшаю финансовое положение». Такая молитва не вызовет психологического протеста, а значит, принесет желаемый результат. Тем, кто знает законы души, для того, чтобы случилось чудо, достаточно осознанно, уверенно и с чувством повторить про себя такие слова «Мое дело процветает» или «Мне сопутствует успех во всем». «Я богат, богата». Почему так происходит? Дело в том, что когда они говорят или думают «Мое дело процветает», это значит, что для них Господь является олицетворением всевозможного изобилия и бесконечного богатства. Такие люди признают все, что справедливо для Всевышнего. Они знают, что Господь, этот неиссякаемый источник и кладезь достатка живет в них самих. И я не раз замечал, что размышления над такими абстрактными идеями, как здоровье, богатство и успех, оказываются чрезвычайно действенным, особенно для мужчин. Здоровье – это сама божественная реальность. Богатство исходит от Господа. Оно вечно и бесконечно. Успех также от Всевышнего, так как он успешен во всех своих начинаниях. Чтобы изменить жизнь к лучшему, они каждый день утром перед зеркалом во время бритья 5-10 минут повторяли такие слова «Здоровье, богатство, успех». Заметьте, они не говорили «Я здоров» или «Мне во всем сопутствует успех», чтобы не создавать внутреннего противоречия. Сначала нужно успокоиться и расслабиться, чтобы подготовить сознание к восприятию важной информации и только затем произнести слова. Таким образом, они сливались с вечными ценностями, которые не меняются и не подвластны времени. Как видите, воспользовавшись изложенным в этой книге идеями, можно создать в сознании твердую уверенность в богатстве и процветании, и тогда возвеселится пустыня и сухая земля и возрадуется страна необитаемая и расцветет как нарцисс. Книга пророка Исаии, 35 глава, 1 стих. Когда-то мне довелось познакомиться в Австралии с молодым парнем, который очень хотел стать хирургом, но для этого у него не было ни денег, ни высшего образования. Он зарабатывал на хлеб тем, что наводил порядок в приемных кабинетах врачей и исполнял мелкие поручения. Он рассказывал, что каждый вечер перед сном представлял, что над кроватью его висит диплом в рамке и под стеклом, похожий на те, которые он до блеска начищал в больнице, и на нем большими красивыми буквами написаны его имя и фамилия. Не знаю точно, как долго он лелеял в душе такие мечты, вероятно, несколько месяцев. Настойчивость этого молодого человека была вознаграждена. Один из врачей-хирургов очень к нему привязался и вскоре сделал его ассистентом. Поручил проводить стерилизацию инструментов, делать подкожные инъекции и выполнять другие вспомогательные работы. К тому же он заплатил за его образование. Через несколько лет мой знакомый стал знаменитым хирургом и сейчас работает в Монреале. А все началось с мечты, с четкого осознания того, к чему он стремился, чего хотел достичь. Это еще раз подтверждает, что бесценный клад, который нужно найти, скрывается не во внешнем, а во внутреннем мире. Бесценный клад или богатство это ваши мечты, желания, способности, стремление служить людям, приносить пользу и любовь людям. Сам того не зная, этот молодой человек привел в действие могущественные силы закона осуществления мечты. Четко увидев цель, к которой стремитесь, вы уже оказались на полпути к ее осуществлению, говорит Трувард. Целью моего знакомого было стать хирургом, он жил этой мечтой, халил или леял ее, пока она не закрепилась под сознанием, став твердой уверенностью. После этого все начало работать на него и помогать в достижении цели. Конечно, молодой человек мог бы сказать и так, у меня нет образования и нужных связей, мне уже поздно учиться, к нам уже нет на это денег, а чтобы собрать нужную сумму, нужно работать не один год. Но тогда он потерпел бы поражение еще до начала битвы. Его богатство это внутренняя духовная сила, которая услышала просьбы и ответила на них, помогая мечте осуществиться. Нам неведомо, как и когда мы получим ответ на молитвы. Мы только можем предчувствовать и догадываться, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. послание римлянам 11 глава 33 стих. То есть пути неизвестны и непредсказуемы. Нужно только представить себе, что цель достигнута, а пути и способы подскажет мудрость, которая внутри. Очень часто мне задают такой вопрос, что делать после того, как поверил в реальность мечты и мысленно представил, что она осуществилась. Ответ прост. С момента осознания цели все ваши поступки будут подсознательно направлены на ее достижения. Таковы законы разума и жизни, которые предполагают реакцию. Ответ на любые наши действия, внутренние чувства, убеждения и движения мысли. Несколько месяцев назад я представлял перед сном, что читая французский перевод одной из самых известных своих работ «Чудеса веры». Я поверил в реальность того, что книга может выйти во всех странах, где говорят по-французски. Некоторое время я засыпал, держа в руках воображаемый перевод своего творения. В канун Рождества 1954 года я неожиданно получил письмо от одного крупного парижского издательства с просьбой дать согласие на выпуск моей книги. К нему прилагался контракт, в котором оговаривались условия печати и продажи за рубежом французского перевода моей работы «Чудеса веры». Мне оставалось только подписать его. Вы спросите, что же я предпринял после молитвы, чтобы получить столь долгожданное и заманчивое предложение? Должен признаться, я даже пальцем о палец не ударил, мудрость, которая во мне сделала все чудесным образом, и это принесло лучшие результаты, чем даже самые активные и продуманные действия. все внешние побуждения и поступки возникают только в результате скрытых движений разума. Поэтому все решения начинаются с их внутреннего принятия, а все наши действия – это составные части плана, которые мы должны выполнить. «Перестаньте когда вы ясно представляете себе цель, к которой идете, то тем самым активизируйте силы, нужные для ее достижения. Достаточно только поверить в реальность мечты и получите то, о чем просите. перестаньте вредить сами себе, отталкивать благо, которые принадлежат вам по праву. Чтобы стать богатыми и достичь успеха, нам нужно только преодолеть сопротивление разума, изменить отношение к Господу, жизни и окружающему миру. Осознайте и почувствуйте, что на самом деле нет никаких препятствий для того, чтобы вы могли получить то, что желаете, стать тем, кем хотите быть или делать то, что нравится. Для этого нужно лишь призвать на помощь Всевышнего и познать Его великие законы. Знание принципов и законов работы и мышления поможет осуществить задуманное, принесет спасение и избавление от страха неудач и потерь, а мысли, чувства и настроения определят дальнейшую судьбу. Помните, что все в ваших руках, осознайте, что вы здоровы и богаты и станете такими в реальности. Несмотря на то, что иногда ответом на молитвы может быть непонимание окружающих. Очень часто кажется, что все вокруг против вас, даже ваш собственный разум и чувства. Предположим, вы решили открыть свое дело и поделились этой новостью с другом. Вполне возможно, что он постарается отговорить вас от этой затеи, начнет рассказывать о трудностях и неудачах, которые непременно приведут к провалу. Если ваше сознание восприимчиво к словам и мнениям других, то прогнозы друга зигнометизируют его, настроив таким образом на невозможность успеха. Но если вы чувствуете внутри единственную и неделимую духовную силу и можете управлять ею с помощью мысли, то преодолеете все препятствия окружающего мира, ведь у вас есть все необходимое для достижения успеха, багаж знаний и неистощимый запас энергии. Чтобы выйти на прямую дорогу к изобилию, как материальному, так и духовному, не нужно создавать препятствия и помех на пути других, завидовать им, ведь поддаваясь таким разрушительным мыслям и настроениям, вы вредите себе, потому что думаете не о хорошем, а о плохом. Все, чего желаем другим, мы получаем сами, пишет Куинби. Это золотое правило является одним из космических божественных законов. Думаю, вы не раз слышали, как люди говорят о своих знакомых. Он бесстыжий аферист, наживается на других. Или «Да у этого парня отродясь ничего за душой не было, а сейчас только посмотрите, сколько у него денег». Такое богатство иначе, чем вымогательством воровством и обманом не наживешь. Если вы повнимательнее присмотритесь к человеку, который так рассуждает, то скорее всего заметите, что у него самого не сложилась жизнь, одолевает проблемы со здоровьем или преследует финансовые неудачи. Возможно, старые друзья, с которыми он вместе учился, обогнали его на пути к успеху, достигли профессиональных высот и заработали больше денег, чем он. Именно поэтому этого человека мучают зависть и раздражение. Такие разрушительные эмоции и становятся причиной всех неудач и несбывшихся надежд. негативные отношения к чужому богатству не дают добиться успеха и процветания, деньги и всевозможные блага, которые он так хочет получить, ускользают из рук и достаются другим. Этот человек осуждает то, о чем просит. Господь поможет мне достичь процветания, говорит он, но в следующий же момент нейтрализует это высказывание «Мне не нравится, что мой знакомый так богат». В результате сознание раздваивается и не может помочь. Научитесь с чистым сердцем благословлять окружающих, искренне желаем процветания и успеха во всех делах. Только тогда вы сможете стать счастливыми и ощутить на себе благословение Господа. Представьте себе, что встретили в банке конкурента, который только что положил на свой счет крупную сумму, скажем, 10 тысяч долларов. Порадуйтесь, ведь на него снизошла благодать Божья. Таким образом вы призовете в свою жизнь благоволение Всевышнего. Помните, что человек приумножает то, что благословляет и неизменно теряет то, что осуждает. Если, к примеру, вы недовольны зарплатой и считаете, что на работе вас недооценивают, в мысли закрадываются недовольство и раздражение. Это значит, что вы подсознательно ослабляете связи с предприятием и приводите в действие закон, который освобождает вас от такой работы. Поэтому не удивляйтесь, если в один прекрасный день директор вызовет вас к себе и тактично даст понять, что в ваших услугах больше не нуждаются. Это не он уволил вас, а вы сами, когда активизировали закон действия и противодействия. Начальник только подтвердил обоснованность вашего недовольства и негативных настроений. Внутренний дискомфорт и неспокойное сознание повлекли за собой внешнюю реакцию, а директор стал лишь исполнителем. Возможно, сейчас, когда читаете эти строки, вы вспомнили о человеке, который нажил богатство нечестным путем, обманывая других и злоупотребляя их доверием. Вывод напрашивается сам собой, ведь если мы лжем людям и воруем, то тем самым разрушаем сами себя, свою жизнь. Нас начинают преследовать неудачи не обязательно финансового характера, поэтому не стоит все упрощать и ожидать возможных потерь только в прибыли или зарплате. Это могут быть болезни и недомогания, снижение популярности или социального статуса, тревога и нервозность, неприятности дома и на работе. Согласитесь, нет ничего прекраснее, чем ложиться спать, чувствуя гармонию со всем миром, когда сердце полно добра и любви. Многим людям эта радость недоступна. Это те, кто нажил богатство нечестным путем, шел по головам, обманывал и злоупотреблял доверием окружающих. Таким людям приходится платить дорогую цену, потому что их одолевают физические и умственные расстройства, комплекс вины, бессонница и всевозможные фобии. Один преуспевающий бизнесмен как-то сказал мне, «Я всегда считал, что цель оправдывает средства и добивался своего несмотря ни на что. Я получил все, чего хотел, но в придачу заработал рак». Жаль, что только страшная болезнь заставила этого человека понять, что он выбрал неверный путь в достижении успеха. Можно стать богатым и достичь огромного успеха, не причиняя вреда окружающим. Многие не понимают этого и продолжают разорять и обкрадывать себя, когда позволяют обиде и зависти завладеть собой. Постепенно из их жизни исчезают здоровье, радость, вдохновение, счастье, искренний смех. Вспомните эпизод из Библии, когда Иисус выгнал торговцев из храма. То же самое должны сделать и мы со всеми негативными чувствами и эмоциями, которые накопились внутри. Не позволяйте им прижиться в сознании. пусть они погибнут в очищающем огне веры. Помню, в самом начале Второй мировой войны одна жительница Нью-Йорка решила купить как можно больше кофе. Она знала, что скоро все продукты будут выдавать только по карточкам и боялась, что не сможет больше пить свой любимый напиток столько, сколько захочет. Эта женщина набрала столько кофе, что еле донесла домой, спрятала его в подвале, а потом отправилась на вечернюю службу. Придя из церкви, она обнаружила, что дом обокрали. Причем вынесли не только кофе, но и столовое серебро, деньги, украшения, все подчистую. Почему это случилось именно со мной, я же набожный человек, в жизни никогда ничего не украла, неудоменно вопрошала женщина. Так ли это на самом деле? Не она ли сама виновата в случившемся, потому что впустила в сознание страх бедности и нужды, и подавшись ему, начала пасы кофе. Этого оказалось достаточно, чтобы потерять все. Женщине не пришлось грабить кассу или банк. И именно из-за неверия и боязни нищеты множество так называемых порядочных граждан часто сталкиваются с неудачами и потерями. Да, на первый взгляд это хорошие люди. Они вовремя платят налоги, законопослушны, не нарушают общественный порядок, голосуют на выборах и жертвуют на благотворительность. В мирском понимании жизни они, конечно же, никому не причинили вреда. Но если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что такие люди часто завидуют богатству, успеху, известности других. Более того, они могут совершить подлый поступок, если уверены в безнаказанности. Например, взять чужие деньги, пока никто не видит. Такое поведение отражает их внутреннее состояние неуверенности. Поэтому эти люди притягивают к себе всяческих шарлатанов и мошенников, которые легко выманивают у них деньги. Помните, что разбойники, которые внутри нас, если их не побороть, открывают дорогу реальным ворам, которые затем обкрадывают нас самих или наш дом. Часто людей мучают чувство вины, от которого они не могут избавиться. Я знал одного такого человека. Он работал кассиром в банке и ни разу не взял из кассы ни цента. У этого человека была семья, но он тайно встречался с любовницей. Он жил в постоянном страхе, что обман раскроется, поэтому вскоре к этому страху добавилось чувство вины. Состояние внутренней напряженности привело к заболеваниям мышц и слизистых оболочек, а также развитию острого синусита. Лекарства лишь временно улучшали состояние, поэтому мужчина решил обратиться за помощью ко мне. Я объяснил ему причину такого тяжелого состояния и сказал, что он сможет снова стать здоровым, только если бросит любовницу. Он ответил, что это невозможно, так как эта женщина единственный человек, который его понимает и продолжал винить себя во всем. Как-то этого человека обвинили в краже денег из кассы. Он знал, что это недоразумение, но начал волноваться, потому что все косвенные улики указывали на него. Вскоре однако он понял, что его подозревают лишь потому, что он сам постоянно осуждает себя, а значит все обвинения будут сняты, если изменить внутреннюю установку и прекратить нервничать. Шок, который он испытал, когда его несправедливо обвинили, помог прекратить отношения с любовницей. Мужчина начал усердно молиться, он просил Господа восстановить понимание между ним и владельцем банка, а также помочь ему доказать свою невиновность. Все тайное рано или поздно становится явным. Пусть сознание и сердце воцарится божественное спокойствие. Справедливость восторжествовала. вскоре нашли вора, молодого сотрудника банка и с моего знакомого были сняты все обвинения. Он был очень счастлив и уверен, что только молитва помогла ему избежать тюремного заключения. Закон достижения гармонии и счастья прост. Думай о людях так, как бы ты хотел, чтобы думали о тебе. относись к окружающим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Скажите от чистого сердца. Каждому человеку на земле я желаю только того, чего хотел, хотела бы для себя самого, самой. Я искренне хочу, чтобы все вокруг были счастливыми и радостными, богатыми и успешными. Пусть с ними будет спокойствие и благословение Господа. Научитесь радоваться удачам и достижениям, успеху и процветанию других. Чего бы вы не просили для себя, просите этого также для всех людей на земле. Это может быть молитва о счастье и спокойствии. Не лишайте окружающих радостей, потому что в этом случае вы обкрадываете самих себя. Если удача улыбается вашим знакомым, то будьте уверены, что и вас она не обойдет стороной. Если вашего сотрудника повысили в должности, порадуйтесь вместе с ним, от души поздравьте с продвижением по службе. Если будете завидовать и злиться, то сами никогда не дождетесь повышения и признания заслуг. Не пытайтесь отобрать у другого Богом данное право быть счастливым, преуспевать и добиваться успеха, жить в достатке и благодати Всевышнего. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там и будет сердце ваше. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19-20 стихи, говорит Иисус, ненависть и зависть разрушают сердце, разъедают его, как ржавчина, оставляя глубокие, незаживающие раны. Эти разрушительные эмоции загрязняют не только разум и тело, но и душу, наполняют их ядами, вызывая тем самым болезни. Сокровища на небе, о которых говорит Священное Писание, это непреложные истины Отца нашего Небесного, которыми нужно наполнить душу. Спокойствие, гармония, вера, радость, искренность, честность, милосердие, кротость. Посейте эти семена в благодатную почву своего сознания. Если вы не можете решить, как распорядиться капиталом, чтобы он приносил прибыль, или не знаете, куда лучше вложить акции и облигации, помолитесь про себя. Пусть Всевышний в его бесконечной мудрости направляет меня в этом деле и поможет разместить все мои сбережения наилучшим образом, чтобы мне сопутствовали успех и процветание. Регулярно обращайтесь к Господу и вскоре заметите, что все ваши вложения успешны, и всемогущий оберегает вас от возможных потерь. Вы заметите, что внутренний голос подсказывает, когда лучше продать ценные бумаги до того, как их курс начнет падать. Чтобы в семье и на работе царили мир и порядок, а сбережения приносили доход, ежедневно повторяйте такие слова. Пусть меня осенит присутствие Всевышнего, который управляет движением планет и приказывает Солнцу всходить и заходить над горизонтом. Я прошу Отца Моего Небесного окружить своей заботой все, что у меня есть семью, работу, сбережение и имущество. Господь хранит и оберегает меня и моих близких. Это прекрасно! Каждую минуту помните об этих великих истинах и живите по заповедям любви. Вы почувствуете, что Всемогущий направляет и помогает во всех делах. Вам сопутствует успех и процветание. Неудачи и потери обходят ваш дом стороной, потому что вы доверились Всевышнему, Его всеобъемливащей любви и заботе. Вы покойтесь в благодати и благословении Господа, как дитя на руках у матери. Для того, чтобы найти решение любых проблем, обратитесь перед сном Господу, который вас с такими словами. Я с миром отхожу ко сну и доверяю разрешение этой проблемы мудрости Божьей, которая во мне, так как только она может найти ответ. Ответ придет с восходом солнца, которое встает каждое утро по воле Господа. Помолившись и успокоившись, засыпайте. Столкнувшись с трудностями, проблемами и неприятностями, не нужно нервничать, рвать и метать. Не принимайте поспешных, необдуманных решений. Помолитесь перед сном и Господь подскажет, как лучше поступить. Помните народную мудрость. Утро вечера мудренее. Просите Всевышнего просветить вас и наставить на путь истинный, осенить благословением, тогда с рассветом тени расступятся и вы четко увидите решение. Безвыходных положений не бывает. Любую проблему можно решить с Божьей помощью. Поэтому, если что-то не получается, не нужно опускать руки и чувствовать себя жертвой обстоятельств. Пусть ваша вера в духовные истины будет непоколебима и крепка, как камень. Тогда Господь поможет достичь цели и осуществить мечты. Думаю, вы замечали в больших супермаркетах сотрудников, отвечающих за сохранность имущества и порядок. В их обязанности входит также предотвращение краж. Каждый день они ловят с поличным мелких воришек. Такими людьми движет чувство бедности и сознание собственной ограниченности. Они обманывают и обворовывают сами себя, открывая двери нищете и нужде. Они не веруют в Господа и не понимают законов работы сознания. Иначе давно обратились бы к Всевышнему с просьбой направить на путь истины. Таким образом они смогли бы найти жилье, работу, которая принадлежит им по праву и ни в чем не нуждались бы. Для этого нужно не так уж и много изменить себя и свое отношение к жизни, стать честным человеком, поставить перед собой цель и настойчиво идти к ней. Только тогда они смогут приобрести уважение в своих собственных глазах и в глазах окружающих. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Евангелие от Матфея 26 глава 11 стих говорит Иисус. Нищие, которые всегда с нами, это внутреннее состояние неудовлетворенности и желание достичь большего. Ведь часто бывает так, что если в деньгах нет недостатка, то появляются проблемы со здоровьем или конфликты в семье, трудности и недоразумения с детьми. Такие моменты жизни, когда вы ощущаете дисгармонию, хотите что-то изменить или вам чего-то не хватает для полного счастья, делают вас беднее. Зло существует для того, чтобы мы могли яснее видеть добро и ценить его. Об этом говорится в Священном Писании. И Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 70 стих. Невозможно в полной мере насладиться богатством и изобилием тому, кто никогда в жизни ни в чем не нуждался. При рождении мы все равны и король, Англии и нищий, потому что нам внушаются мирские мысли, которые ограничивают сознание, с которыми придется жить. Трудности и проблемы, с которыми приходится сталкиваться, это те самые нищие. Они заставляют искать решения и помогают таким образом раскрыть нашу внутреннюю силу. Те, кто познал слезы лишений и разочарований, более остро чувствуют радость. Бедность и нужда заставляют нас искать избавления и свободы, чтобы приблизиться к Господу и получить Его благословение и благодать. страх и неведение, волнение и недовлетворенность, боль и дисгармония. Это все состояние внутренней нищеты, но они могут сослужить добрую службу, если станут для вас толчком к поиску решения. Изменить жизнь к лучшему. Бывает так, что со всех сторон навалились проблемы и с каждой минутой их прибавляется. как говорится, из огня да в поломя. Вы не можете понять, почему неприятности случаются именно с вами, как будто кто-то сглазил. В такие моменты главное не отчаиваться, ведь Господь посылает испытания, чтобы пройдя через все страдания, боль и нищету, вы подзнали истину, которая сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 стих. Благословенные трудности и испытания, которые посылает Господь, это ядовитые аспиды, которых нужно побороть, чтобы получить в награду бесценное сокровище. Внутренняя неудовлетворенность заставляет нас достигать новых высот, а не сидеть сложа руки. Многие знаменитые изобретатели, исследователи и ученые хотели что-то изменить, облегчить жизнь людям или найти новое решение повседневных проблем. Им удалось найти ответы на вопросы, когда они обратились к божественному присутствию, которое внутри, нашли в себе бесценную жемчужину знания. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». 33 Псалом, 5 стих. Достижение желаемого приносит удовлетворение только на короткое время, а потом появляются новые цели и так бесконечно. Эта жизненная сила ищет выхода в постоянном развитии, она побуждает вас не стоять на месте, а завоевывать новые вершины, идти вперед от успеха к успеху, так как Божья благодать и благоволение бесконечны. Нас постоянно подстегивает чувство неудовлетворенности, стремление достичь большего, стать мудрее и счастливее, сделать жизнь радостнее и светлее. Господь, Который в вас бесконечно совершенен, поэтому его невозможно познать до конца. В идеальном абсолютном мире все совершенно и прекрасно, но чтобы сделать такую же реальность, нужно сперва осознать, что еще до нашего рождения Господь дал нам право процветать и быть счастливыми, развиваться и узнавать новое, становиться мудрее, расширять свои знания в области математики, астрономии, физики. Жизнь это движение вперед и вверх, приближение к Всевышнему и пробуждение ото сна. Однажды вы поймете, что Отец Наш Небесный идеален, всеведущ и вездесущ, и с ваших глаз спадет пелена ограниченности и неудовлетворенности, страха, неведения, мирских мыслей, и вы возродитесь в Господе. Вы встряхнете себя гипноз старых убеждений и посмотрите на мир по-новому, глазами Всевышнего. Тогда с ваших губ сорвутся слова восхищения и радости. Приблизилось Царство Небесное. Матфея 10 глава 7 стих. Уймите внутренний голод и недовольство, четко сформулируйте мечты и желания, поверьте в их реальность и обратитесь к великому Творцу с просьбой осуществить их. После этого ваши слова и мысли смогут воплотиться. Все наши потребности это внутренние двигатели, которые направляют нас в то или иное русло. Голод заставляет искать пищу, волнение помогает осознать ценность спокойствия. Болезни учат дорожить здоровьем, слабость активизирует скрытые силы. Точно так же желание стать богатым и процветать это голос Господа, который таким образом дает понять, что жить в изобилии и достатке ваше неотъемлемое право. Вы пришли в этот мир, чтобы двигаться вперед и развиваться умственно, духовно и физически, осуществлять мечты и желания. Все, что сотворил Отец Наш Небесный, мудро и прекрасно, даже если на первый взгляд кажется, что это не так. Боль в плече, например, это тоже своего рода благословение. Она побуждает вас что-то предпринять, обратиться к врачу за лечением и если бы вы не чувствовали боли, то как бы узнали, что в организме возникли какие-то неполадки и вам нужна помощь. Боль это сигнал от Господа, который призывает выйти из тьмы на свет, ощутить божественное спокойствие и целительную силу. Поэтому, если вы живете в нищете, осознайте право быть богатым и ни в чем не нуждаться. Это так же естественно, как, например, развести огонь, чтобы согреться, утолить голод или жажду. Ясно представьте себе цель, которую хотите достигнуть и поверьте, что просьба будет исполнена. Ваша молитва приведет в действие божественную силу. Если вас начинают одолевать страхи и волнения, обратитесь к вечным божественным истинам. В минуты отчаяния и трудностей откройте Библию и найдите успокоение в строках псалмов. Например, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» 22-й псалом, 1-й стих. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшится» 26-й псалом, 1-й стих. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь» 40-й псалом, 2-й стих. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю» 90-й псалом, 2-й стих. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истина его» 90-й псалом, 4-й стих. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои». 114-й псалом, 1-й 2-й стихи. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». 17-й псалом, 2-й 3-й стихи. «Благослови душа моя, Господа, Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием». 103-й псалом, 1-й стих. «Пусть целительная и очищающая сила этих священных слов наполнит ваш разум и душу. Пусть искренняя молитва поможет прогнать из сознания страх, неуверенность и волнение». Обратитесь к притчам. Пусть ваше сердце наполнится радостью и сознанием божественных истин. «Веселое сердце делает лицо веселым». Притчи, 15-я глава, 13-й стих. «У кого сердце веселое, у того всегда пир». Притчи, 15-я глава, 15-й стих. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Притчи, 17-я глава, 22-й стих. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе». 2-е послание Тимофею, 1-я глава, 6-й стих. Так говорит апостол Павел Тимофею. Тоже относится и к нам. «Откройте в себе дар Отца нашего небесного и вырвитесь из плена мирского сознания, негативных чувств и эмоций. Признайте Господа, Который вас, единственной реально существующей силой и причиной всего, и сразу же почувствуйте Его помощь и поддержку. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Послание Иакова, 4-я глава, 8-й стих. Говорит Священное Писание. «Обратитесь к Всевышнему с искренней верой и любовью, доверьтесь Ему, и Он наполнит вашу жизнь спокойствием и добром, направит на путь к успеху и процветанию». Пусть Отец Небесный станет вашим утешителем, другом и советником. Тогда вы сможете с полной уверенностью сказать, «Господь есть Любовь, я нашел Его, и Он действительно избавил меня от всех страхов». Вскоре вы сможете сказать, «Всевышний покоит меня на злачных пажетях». Псалом 22, 2 стих. «Он проливает на меня дождь своих благословений». С воодушевлением повторяйте про себя такие слова. «Мое сердце каждую минуту радуется от сознания Божественного присутствия. Господь наполняет все порожние сосуды». 4 царств, 4 глава, 3 стих. «Моей жизни». Как только вы ясно представите себе, кем хотите стать или чего достичь, ваши молитвы не останутся без ответа. А теперь подумайте, все ли сосуды вашей жизни полны, всем ли вы довольны. Возможно, вы хотите укрепить здоровье, стать богаче, найти любимого человека или настоящего друга, проявить себя, свои таланты и способности. Все, к чему мы стремимся и чего хотим достичь, подпадает под одну из четырех вышеперечисленных категорий. Здоровье, богатство, любовь и возможность выразить себя. Вы можете мне возразить и сказать, а я хочу стать мудрее, такой категории вы не назвали. Дело в том, что вы не одиноки в своем желании познать истину, к этому стремится большинство людей, просто каждый называет это по-разному. Мудрость через познание истины цель многих и это стремление входит в категорию самовыражения, ибо таким образом вы можете более полно проявить себя в Господе. Нужда, бедность, лишение и трудности это единственный способ разобраться в себе, найти путь к Всевышнему и увидеть Его свет. Нам дана свобода использовать все свои силы в двух направлениях созидающим и разрушающим. Только научившись правильно их использовать и сочетать можно заглянуть во внутренний мир и понять что за законы нами управляют. Если вас заставят быть добрым или любить, то эти чувства потеряют смысл и вы превратитесь в робота, выполняющего стандартный набор операций. Свобода человека заключается в том, что он может относиться к окружающим по-разному. Никто не принуждает его любить всех без исключения, иначе это была бы не любовь. Согласитесь, это счастье, если женщина признается вам в любви и говорит, что хочет быть только с вами. Только представьте, из всех мужчин в мире она выбрала и полюбила именно вас. Разве это не чудо? Ее никто не заставлял. Это движение души и сердца. Вы свободны выбирать быть убийцей или святым, нести людям добро или зло. Таким образом окружающие могут сформировать отношения и решить прославлять вас, как, например, президента Линкольна, или осуждать. Тот, кто считает, что не может стать счастливым и успешным из-за условий жизни или воспитания, возраста или цвета кожи, религиозных убеждений или взглядов, крадет саму себя. Ведь для того, чтобы достичь успеха, нужно почувствовать себя процветающим и богатым. Все, сколько их не приходило предо мною, чувства, суть воры и разбойники. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 8 стих. Нами управляют чувства, поэтому нужно подчинить их духовным законам. Стремление к достатку это на самом деле обещание Господа открыть вам путь ко всем богатствам земли. Поверьте ему, без малейших колебаний и сомнений. Куиньби сравнивает молящегося с адвокатом, который защищает человека в суде. Он может оправдать обвиняемого, доказав, что тот оказался жертвой обмана и наговора. Теперь представьте себе, что вы судья и вольны выносить собственное решение. Осудите все негативные мысли и настроения. Докажите сами себе, что на самом деле нет никакой нищеты, нужды и неудачи, что все это безосновательные страхи и ложь, за которыми ничего не стоит. Осознайте, что в мире существует только одна духовная сила и первопричина. Теперь вы должны выйти из-под влияния неблагоприятных обстоятельств и мнений окружающих и признать, что реальность определяет только ваше настроение, которое открывает путь к богатству, свободе и счастью. сила Господа, который в вас ответит на мысли о достатке и процветании, закрепившейся в вашем сознании, и вскоре все ваши желания исполнятся самым чудесным и невероятным образом, потому что у Всевышнего свои собственные законы, совершенно не похожие на земные. Как только вы настроитесь на успех, все шаги, действия и поступки будут приближать вас к цели. Вы судья, который привел непровержимые доказательства в пользу собственного счастья и процветания и таким образом заставил сознание работать на себя. Вы осудили на смерть страхи и предрассудки и привели приговор в исполнение. Но полностью избавиться от страха нельзя и это хорошо, потому что он дает нам сигнал к действию, заставляет поверить в Господа и добро. Вы учите наизусть и повторяйте ежедневно такую молитву. Господь источник моего изобилия и достатка. Он благоволит мне, поэтому богатство сыплются как из рога изобилия. Я знаю, что Всевышний любит и ценит меня, поэтому служу ему, не жалея сил. Благодарю тебя, Отец мой небесный, за все твои благословения и чудесные дары. и ... ... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok